Здравствуйте, туристы и милитаристы. Небольшой анонс того, что нас ждет в ноябре, может быть даже какие-то первые числа декабря, в общем, в ближайшие недели. Почта России, конечно, доставляет, в октябре она мне доставила массу эмоций, не все они были положительные, потому что две посылки были завернуты на полпути обратно, одна посылка просто потерялась, но, к счастью, в конце концов нашлась. В общем, получилось так, что я ждал-ждал, нервничал, проверял трек номера и прочее, и буквально в один день на меня свалилось просто какой-то со мной случился нажепад, если так можно сказать. Одним словом, что нас ждет? Во-первых, еще целая неделя есть для того, чтобы предлагать в группе ВКонтакте Архадыр и в группе ВКонтакте Кавказская легенда название для вот этого вот небольшого ножа. Нож себя очень хорошо показал на кухне для своих размеров, я считаю, и в ближайшее время мы посмотрим, что он сможет показать в лесу, хотя кроме какого-то внятного строгания, я от него каких-то особых подвигов и не жду. Одним словом, через неделю будет ясно несколько названий, будут ясны несколько названий, по которым будет у нас голосование проводиться, и еще вот по вот этому списку само голосование будет проводиться в течение недели, значит через две-две с половиной недели мы уже узнаем имя этого небольшого ножика. Дальше у нас ООО ПП Кизляр, нож К5, вот такой вот интересный инструмент, будем с ним работать, посмотрим, что он из себя представляет, вот такой вот узко специализированный нож. К5 ООО ПП Кизляр. Компания Беркут, нож Волк. Вот такой вот крепыш, большой, мощный, брутальный Х-12МФ, такая рукоять. Я извиняюсь за то, что набирает так время, потому что я буквально физически ножи просто перебираю в руках и смотрю. ООО ПП Кизляр. Нож под названием Речной. Давно хотел получить его на обзор и на тесты. Спасибо компании Кизляр. Уже сразу же, вот просто взяв в руки, я понимаю, что у меня в руках очередной недорогой шедевр от Кизляра. Замечательная эргономика. Нож просто вот сразу просится в работу, буквально. Надо как-то зафиксировать, чтобы хоть видно было, что будем смотреть. ООО ПП Кизляр. Я думаю, многие узнали сразу. Это у нас Катран. Обзор Катрана уже есть на канале. У меня был Катран с полированным клином, с коричневой рукоятью. И так как он у меня ушел и не вернулся, но сам по себе нож представляет очень большой интерес, то компания Кизляр прислала мне для тестов вот этот вот великолепный экземпляр с темным клинком. Катран. Те, кто давно просил у меня тесты Катрана, ребята, пришло ваше время. Будем наслаждаться. Хочется сразу выбежать на улицу и что-нибудь для начала срубить, для самого начала. А потом уже посмотреть, что дальше будем делать. ООО ПП Кизляр. Видите, какой красавец. Уже по рукояти, я думаю, многие поняли, что за нож. И на самом деле Феникс Комбат настолько здоровенный, что мне именно под этот нож пришлось так высоко поднимать камеру. Время больших ножей на канале Архадыр. Рубрика неиссякаемая. Сталька здесь. З-160. Хищный, опасный, мощный нож. Вот такой вот замечательный, большой, немного прохладный нож. Дальше. Время красоты на канале Архадыр. Кузница. Железные братья. Нож скат. Давайте распечатаем его, раз уж на то пошло. Хочется сделать это аккуратно. Несмотря на то, что ножу предстоит работать, все-таки хочется не повредить рукоять раньше времени. Но я надеюсь, что я ее, в принципе, не поврежу. Посмотрите, ребята, на этот рисунок Карелки. Вы просто посмотрите на это чудо. Это просто мрамор. Исключительно, исключительно красивый рисунок Карельской березы. Очень красивый нож. И по каким-то первым моим ощущениям, он какой-то нереально легкий. Я не знаю вот ЭТХ, я не знаю, сколько нож весит. Но такое ощущение, что у меня в руках просто карандаш по весу. Очень легкий нож. Кованая Х12МФ. Нож скат. Кузница Железные Братья. Красавчик. Ну что. Продолжим. Время больших ножей на канале Архадыр. Все еще продолжается. Все еще весело. Все еще интересно. Я так понимаю, что дело полковника Боуи живет в наших сердцах. Компания Росоружие представляет нож Волкодав. Огромный, мощнейший, тяжелый, боуи-образный клин. Рукоять у нас, я так понимаю, должна быть кожа. Так и есть. Зрители моего канала, постоянные зрители моего канала знают, что я фанат удобных рукоятей. И сразу могу сказать, уже на анонсе, у этого ножа рукоять просто какая-то чудесно бесподобная. Просто, просто нереальная. Она огромная, она пухлая, она толстая, она просто, вот, я не знаю, заполняет абсолютно, абсолютно полностью. Я думаю, что даже человек с более крупной ладонью будет абсолютно доволен такой рукоятью. Здоровенный клин, боуи, очень красивый нож, очень мощный. Росоружие, Волкодав. Компания Росоружие. Думаю, многие сразу узнали, уже по ножным. Все правильно, ребята, вы не ошиблись. Нож, который... Я даже не знаю, как его достать-то правильно. А, все правильно, он весь, просто здесь упакован в пленочку. Нож, который вызывает уже какое-то время... Ну, как только я о нем узнал, так он и начал вызывать мой жгучий интерес. Это нож-кистень. Тоже невероятно легкий и сразу же чувствуется какая-то маневренность рукояти. Хочется его крутить. Сразу же вот хочется как-то так играть им. Здесь у нас должен быть автограф автора ножа. Все правильно. Нож-кистень. Росоружие. Вот такие вот будут новинки на канале Архадыр. Будем продолжать интерактив с безымянным ножом от кавказской легенды. Будем делать обзоры, будем делать тесты. Я думаю, вы, ребята, понимаете, что скучно не будет. Будет интересно, будет весело. Я очень надеюсь, что погода позволит нормально провести какие-то лесные тесты. Одним словом, я не знаю, как вы, а я доволен, а самое не балуйся. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Скоро-скоро увидимся.